Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Рой, который мы вчера посадили в новый улей, уже облетывается. Некоторые пчелки стали носить пергу, а если пчелки уже начали носить пергу, то значит уже они обживаются на новом месте. Им улей понравился, все их устраивает и сейчас они уже принимаются за работу. Время у них не терпит, надо успеть и отстроить гнездо и наносить меда. Многие-многие пчелки прилетают с пергой. Поэтому верный признак того, что рой прижился, это что пчелки носят пергу и чистят уже улей. И сегодня мы будем строить новые рамки, потому что у нас они закончились. Все рамки расставили в домик, и закончились. Надо будет делать новые рамки. А вот она семейка, из которой вышел рой. Понемножку она так летает. Здесь уже через 7-8 дней должна выпариться новая молодая матка. Семья, если ее не убрать, у нее маточники лишние, то она может еще раз разровиться, потом еще раз и очень-очень так сильно раздробиться. Поэтому где-нибудь через дня 3 или 4 нужно просмотреть все и удалить ненужные лишние маточники, чтобы семья не разраивалась. Чтобы она у нас успокоилась и начала заново работать активно, потому что сейчас они не хотят особо так сильно работать. Сейчас я вам покажу та семейка, которая прям хорошо работает. Она не в раевом состоянии, они целым потоком несут мед прямо с самого утра. Летят по потоком, гудят. Активно так выбегают из домика за взятком. А вот эта семейка, она тоже у нас в раевом состоянии. Можете заметить, она не такая активная. Хотя пчел здесь много, а пчелки не хотят особо работать, они отдыхают. И скорее всего она должна скоро тоже вот так же разраиться. И конечно сегодня нужно будет заглянуть еще раз в этот домик и посмотреть, хватает ему рамок или нет. Потому что рамки они все-таки ставятся именно по силе семьи, по величине роя. Мы поставили 10 рамок, но может быть им не хватит и нужно будет добавлять рамки. Ну посмотрим вечером, как они себя будут вести. Хватает им или нет. Ну вот они уже сейчас начали летать и облетываться и носить перку и мед. Делаем рамки. Вот эта рамка у нас образец, в котором все остальные рамки мы отмеряем. Отмеряем. Напилили вот таких вот рейчик, которые у нас будут идти на нижнюю планку и на боковые планки. И напилили вот таких вот брусочков, которые идут именно на верхнюю часть рамки. И осталось только от этого брусочка отпилить уголки, чтобы у нас получились плечики. Берем наш брусок и отмеряем по шаблону, как нужно допилить. Делаем ровный угол. И останется только отпилить и убрать лишнее. Из изготовленных заготовок собираем рамку. Берем, просверливаем под гвозди две дырочки. Забиваем гвоздики. Забиваем гвоздики. Чтоб не лопалось. Да, чтоб не лопалось. По два гвоздика вбиваем. Переворачиваем. Вторую заготовочку берем так же. Отсверливаем под два гвоздика. Забиваем. Сейчас еще одна заготовочка. Ее тоже. Ты же ее не просверливаешь, да? Так она идет. Да. Здесь не лопается. Здесь ты вбиваешь один большой гвоздик, один мелкий, да? Переворачиваем. Переворачиваем. И так же вбиваем один большой гвоздик, наверное, два сантиметра, да? А второй мелкий, там, наверное, полтора или... Потом делаем под проволоку гвоздики четыре. И с другой стороны. Вот уже готовые рамочки. Готовенькие, чистенькие, беленькие. Их осталось в проволоку на тюрьму. И ващина. Готовенькие рамочки. И сейчас посмотрим вчерашний рой, который посадили. Надо им еще рамки доставлять или нет? Не надо им рамки. На самый последний рамок сидят тут. Хватает? Или еще? Нет, не надо. Хватает 10 рамок. На 10 рамках он сидит. И вот на последней пчелке маленько пчелок есть. Смотри, вощинка началась. Да никого еще не только день прошел. Куда я какую-нибудь вощинку? Все пока в порядке. Главное, чтобы они здесь не начали строить сорты. Чтобы им хватало места. Восемь часов вечера у нас. Пчелки вот уже потихоньку собираются в домики. Вот видно, как они несут мед. Как падают. Прям раз упало. Как капли меда. Раз. Тяжелые. Когда они летят с медом, они так вот падают. Очень так пахнет. Модом уже в мае месяце. Вот такой запах стоит. И по всей пасеке разносится. Во всем тем, кому видео было полезным. Подписывайтесь на канал. Заходите почаще в гости. Делитесь видео с друзьями. И пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok